Тем временем правительство республики проверило, как завозят груз в Янскую группу районов. Группа работала на днях в поселке Усь-Куйга. Там же рассмотрели вопрос о состоянии дороги Усь-Куйга-Депутатский. Подробности далее. Правительственная комиссия под поседательством министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семёна Винокурова рассмотрела вопросы завоза грузов в период оптической навигации в Янские группы улусов. В этом году на реке Яна уровень воды очень низкий, что создает ряд проблем для речников. Но несмотря на это, Янские речники и речники Ленского пароходства ведут бесперевойную работу по доставке грузов до поселка Усь-Куйга и Верхоянского улуса. В этом году артистская навигация открылась позже. 8 августа мы только получили разрешение на проход судов река-море плавания на участке от Быкового мыса до бара реки Яна. И на сегодня работает 26 единиц флота на этом участке, перевозят уголь, нефтепродукты с тоннажом 58 тысяч тонн. Мы должны завести порядка 154 тысяч тонн грузов в Янскую группу районов. На сегодняшний день падение воды продолжается. Возможно повторение ситуации, наверное, это было в 1993 году, потом повторялось в 1996 году. Судя по прогнозам метеорологов, все-таки вторая половина августа и сентябрь будут дождливыми, и уровни на Яне позволят работать флоту в полную силу. Несмотря на сложные условия арктической навигации, речники республики намерены доставить 250 тысяч тонн в арктические улусы. Туяра Семенова, НВК Саха, Усианский улус.